Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня мы готовим объемные пряники. Я с вами делюсь рецептом айсинга. Будем делать подсолнухи, букет с пряниками. Посмотрите, какая красота! Желаю всем вдохновения! Готовим айсинг для объемных цветов. Для него нам нужны будут следующие продукты. 1 белок, щепотка лимонной кислоты и 200 граммов сахарной пудры. В чашу миксера сразу выливаем белок. Добавляем сюда щепоточку лимонной кислоты. И высыпаем всю сахарную пудру. И начинаем взбивать. 5 минут взбивали и айсинг готов. Смотрите, густой. Такими должен быть. Айсинг разделила на 3 части. Самая большая, чуть не перепутала. Это у меня зеленый цвет для листьев. Гелевый краситель, топ-продукт. Зеленый цвет. Перемешиваем. Смотрите, айсинг должен быть густым. Зеленого красителя больше добавлять не будем. Красивый такой зеленый цвет. Дальше. Здесь у меня чуточку меньше айсинга. Добавляем желтый цвет. Для цветка подсолнуха. И чтобы сделать более, знаете, такой насыщенный, необычный цвет, мы добавим немного еще оранжевого цвета. Сейчас я еще добавила желтый для насыщенности. Сейчас я вам расскажу секрет. Вот берем оранжевый цвет. Украса у меня. И нужно перемешивать. Только не так, как мы желтый перемешивали. А просто чуть-чуть. Чтобы у нас в желтом цвете оказались разводы. Ну, вот так, видите. Все. Больше не перемешиваем. Интересный будет цвет, увидите. И теперь, конечно, в идеале нужно добавить черный цвет. Но нет у меня черного цвета. Есть только коричневый. Поэтому семечки у меня будут коричневого цвета. Немножко отступлю. Отправил. Ну, не купила. Забыла. Закончился. Еще чуточку коричневого добавлю. Можно добавить какао. Для более насыщенного цвета. Рецепт пряников у меня есть на канале. Я делала пряники по рецепту с пшеничной мукой и ржаной мукой. Знаете, раньше я всегда делала по-другому. Именно в тесто втыкала шпажки. Теперь поняла, что мне так совсем неудобно. И все равно тогда пряники не такие идеально ровные. Поэтому я уже пользуюсь шпажками. Когда у меня печенье готово. И всуваем. Видите? Пряник не деформируется. Прекрасно просто. И выпекать такие пряники проще. Со шпажками намного труднее. Листики у меня обычные. Без вырубки сама на картоне нарисовала. Потом обвела и испекла. Сейчас постараюсь я хорошо вот так надеть листик на шпажку. Отлично. Следующий. И еще один. Один листик мне нужен поменьше. Поэтому я возьму шпажки поменьше. Сейчас достану. Они, конечно, и тоньше. Но ничего. Нормально все будет. Отлично. Еще чуть-чуть засуну. Как по мне, так объемные пряники готовить проще простого. Быстрее, чем заливать глазурью. Значит, смотрите. Насадочка роза. Прямая. Вот наш листик. И начинаем работать этой насадочкой. Сейчас. Вы видите, какая красота. В другую сторону. Вот. Тут, конечно, подправили. Чуть-чуточку. Не прошло и минуты. А листик готов. Идем дальше. Все так же. Отлично просто. Дальше мы делаем подсолнухи. Значит, насадочка. Листик. Вот. Такая насадка. Все. Работаем. Значит, по кругу. Сейчас. Смотрите. Два круга у нас будет с этих листиков. Главное, не бояться и набраться смелости. Руки дрожат, а вы делайте. Как я. Немного неудобно и снимать, и делать. Просто камера чуточку мешает. Сейчас повернусь здесь, исправлю. Лишнее уберу. Следующий идет слой. Вытираем насадочку обязательно, чтобы она чистенькая была. Приподнимаем. Видите, какой красивый цвет. Дальше заправляем в кондитерский мешок глазурь коричневого цвета. Я ее также сделала, как с желтой, с оранжевым перемешала. Только последнюю порцию шоколадного красителя, коричневого, я плохо перемешала. Ну, сейчас посмотрим, что получилось. Насадка в диаметре 4 мм. Идеально было, если бы было 3. Но 3 у меня нет. Есть 2, есть 0, 1. Чтобы не было торчащих, я вынашла новую методику. Значит, смотрите. Бухарки эти нам не нужны. Поэтому мы идем же по кругу. Как бы оттягиваем. Вот такая красота получилась. Сверху, конечно, иногда присыпают маком. Но я думаю, не стоит. Думаю, второй получится еще лучше. Вперед! Let's go! И вы видите, как быстро. Вы видите, как это все быстро делается. С заливкой мне немного сложнее. Возможно, мне работать с асингом лучше, так как я люблю украшать торт и кремом. А это чем-то даже напоминает этот процесс. Немного, конечно, другой крем. Но я работаю также с насадками. Но, как по мне, так намного эффектнее пряник получается. Так, теперь вверх. Вот такие будни кондитера. Экспериментируем. Если вам понравились мои работы с объемными пряниками и вы хотите увидеть другие цветы, например, маки или еще какие-то, давайте, пишите мне в комментариях. Сделаем вместе. Увлекательный процесс. Очень. А как дети любят разрисовать пряники, это вам не передать словами. Хочу вам сказать, что под таким слоем асинга пряники и еще становятся более нежнее. Вы посмотрите, какая красота. Мне очень понравилось работать. И я бы продолжала и продолжала. Так пряники закончились. Посмотрите, какой красивый букетик получился. Выпекайте пряники вместе со мной. Украшайте вместе со мной. И радуйте свою семью красивыми, вкусными букетами. С вами была Ира. И канал Готовим с Любовью. До новых встреч. Пока-пока.